7 сентября в Императорском зале Казанского Федерального Университета прошла лекция Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой на тему роль и место Института Уполномоченного по правам человека в правозащитной системе России. На лекции присутствовали студенты Казанского Федерального Университета разных направлений, таких как экономисты, юристы, филологи, политологи, социологи и многие другие. Это одна из мотиваций была в моих приездах в ведущий университет с мировым именем, с тем, чтобы поделиться о системе защиты прав и свобод человека и гражданина, потому что нет сегодня более важной темы, чем жизнь человека. Как рассказали на лекции, в современном мире очень важную роль играет понимание того, как же все-таки должна быть устроена жизнь человека. Поэтому содержание лекций станет интересным и полезным не только для студентов, но и для широкой общественности. Я выбрала тему Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по той причине, что это один из самых молодых государственных институтов, выполняющих важнейшую задачу сегодняшнего дня, объединяющих государственные начала и гражданское общество. К слову, местом проведения лекции не зря был выбран КФУ. Как заявил ректор Ильшат Гафуров, в ВУЗе существует площадка для проведения круглых столов, где известные люди обсуждают те или иные вопросы. Юридический факультет всегда был базой для проведения разных родов встреч с известными людьми. И у нас есть всякие круглые столы по спорным моментам. В частности, мы всегда обсуждаем все те моменты, которые происходят по всему миру. Юридический факультет, он же с первого момента создания нашего университета существует и никогда не прерывал свои действия. У нас работает Центр по правам человека здесь, который мы создали в 2015 году. И для республики это особо важно, поскольку республика работает с инвесторами со всего мира. Помимо этого, в ходе лекции студенты задавали интересующие их вопросы. Так, одним из наиболее важных стал вопрос, как все-таки институт, уполномоченный по правам человека, работает с молодежью. По словам лектора, чаще всего к ним поступают жалобы на нарушение человеческих прав, с которыми институт тщательно работает. Это дети-сироты, которые долгое время не получают жилье. Это молодежь, которая не может устроиться на работу или ее лишают работы, потому что она не конкурентоспособна в период роста безработицы. Это вопросы получения жилья. Конечно, мы работаем с каждой жалобой индивидуально. Выделив системные вопросы, я обращаюсь к президенту путем ежегодного доклада или по личным вопросам. Полную версию лекции можно посмотреть в записи на YouTube-канале Универ ТВ. Лев Диденко, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс.